Хорошо. Итак, мы будем двигаться примерно в том же порядке, что вчера. Начинаем. Пожалуйста, группа «Энергетика будущего». В общем, я, наверное, как раз первый выступаю, то озвучу общую тему. Это анализ текущей ситуации в энергетике, например, выявление признаков развития, требования к развитию энергетики. Есть несколько путей проанализировать данную как бы тему. Мы исходили из практического анализа данной ситуации. Чтобы проанализировать, собственно, развитие, нам нужно определить признаки развития. Первый признак называется качественные изменения. Что здесь имеется в виду? Качественные изменения – это в первую очередь то, что влияет на конкретные показатели. Необратимые изменения. Этот признак обозначает то, что как бы удачно внедрено. Как правило, мы не хотим от этого отказываться. Целевое изменение – это в первую очередь… То есть развитие, оно невозможно без цели. Нужна конкретная цель. Вот это наш главный тезис, наш главный вывод. Признаки развития выявлены в ООО «Россети». Это генерирующие компании, сетевые, сбытовые, соответственно, потребители. По поводу самоопределения группы. То есть мы смогли установить общую цель в соответствии с развитием энергетики. Это спроектировать компанию, способную довести российскую идею до внедрения, создания высокопроизводительных рабочих мест в экономике Свердловской области. Скажите, я правильно понимаю, что перспективы развития существующих энергосистем вы видите в реализации именно своего проекта? Да. Скажите, правильно ли я понимаю, что вы хотите создать такую организацию, которая будет заниматься именно созданием высокопроизводительных рабочих мест? Высокопроизводительные рабочие места, они предполагают работу инженеров, связанные именно с канатаходом. То есть это диагностика линий другого порядка, вот улучшение качества. Вы будете заниматься в течение всей недели проектированием такой компании? Да. Да? Понятно. Я правильно понимаю, что с развитием инновационных технологий увеличится безработица? Мужики, которые опоры осматривали, уже не нужны же будут? Ну вот, нет. Неправильно понимаю. Три вопроса у меня возникают на понимание, на уточнение. Первое. Правильно ли я понял, что признаком развития является качественное изменение? Да. Так про начало? Да. Второе. Вы утверждаете, правильно ли вы утверждаете, что у вас, у нас, значит, у всех у нас, есть робот-канатаход, который позволяет качественно изменить диагностику линии электропередач? Да. Да. Значит, третий вопрос. Правильно ли я понял, исходя из этого, из всего, что у нас есть развитие энергетики? Да. Спасибо. Есть признаки развития, но это не значит, что группа утверждает, что есть развитие. Поправились. Да. Признаки развития мы сказали. Спасибо. Спасибо, да. Переходим к суждениям. Группа называется «Энергетика будущего» все-таки. И вот несколько вот этот залог будущего, мне кажется, недостаточно проработан. Просто я попросил бы группу про это не забывать. Может быть, еще и на этой игле удастся что-то отработать в плане стратегичности. Мне почему-то вспомнился анекдот. Я не знаю, к месту или нет. Студент зоологию, что ли, биологию должен сдавать. И выучил только один билет про блох. И ему попадается билет собака. Он говорит, собака такое животное, у которого есть блохи, а блохи это и понеслась. Ему говорит, стоп, подожди, возьми-ка другой билет. Берет кошка. Кошка – это животное, у которого есть блохи, а блохи и так далее. Ему остановят. Ну-ка, давай-ка, дружок, вот тебе билет. Он берет рыба. Это животное, у которого нет блох, а блохи. Это вот. Я знаю, что такое блохи. Не знаю, почему такая ассоциация. Я понимаю, что группа идет от себя. Это, наверное, правильно. Но при этом, видимо, этого мало. Для раскрытия темы энергетика будущего. Правда, меня обнадеживает, что докладчик сказал, что группа не отказывается от названия группы энергетика будущего. И про это на эту тему группа работать будет. Через, например, вот такие узкие, может быть, врата. Но это же явная инновация, это явное новое качество. Тут мы никто ведь не оспариваем это, да? Значит, соответственно, через это, может быть, мы и всю картину энергетики будущего сможем получить. Хотелось бы, чтобы группа не на блоках не сосредотачивалась только, а двигалась дальше. Спасибо группе за доклад. Второй доклад группы «Технологическое лидерство». Что такое развитие? Если не вглубляться в философию, в какие-то глубокие определения, то мы считаем, что развитие — это усовершенствование, это улучшение. Наша группа выявила такие признаки развития, как усложнение системы, как улучшение приспособленности к внешним факторам воздействия и увеличение масштабов явления. Правильно ли я понял, что усложнение системы является признаком развития? Да, несомненно. Рассмотрев вот эти ваши признаки развития, практически, можно ли говорить о развитии энергетики? Что сегодня происходит в развитии энергетики? Да. Всегда ли усложнение какой-то либо системы — это улучшение? В случае, если оно направлено на развитие, да. Не думаете, что упрощение могло бы быть улучшением чего-либо? Надо бы задуматься над проблемой технологического лидерства и о чем говорит группа. Например, группа говорит «развитие есть» или что? Или не говорит группа? Я не понял месседжа. А? Есть, есть, да? А, вот я тут отвлекался. У меня есть сомнения в убедительности этого тезиса. Ну, хорошо, что группа это заявила, потому что тогда у нас возникает хотя бы какой-то диалог, спор. Спасибо вам по этому. Идем дальше. Группа. Министерство развития энергетики. Мы бы свой доклад хотели начать немножко, да, с вчерашней, как показало, комментарии вчерашних, то есть вас, коллег и руководителя группы. То есть мы не раскрыли вчерашнюю тематику в плане требований к развитию страны. И обсуждая, мы пришли все-таки, наконец-то, к тому, к чему, наверное, должны были прийти вчера, к самоопределению групповому нашей группы. И наша групповая, то есть цель работы мы своей видим, чтобы показать, что создание Министерства развития энергетики, это является необходимым условием развития энергетики в целом. И проведя вот этот вот анализ текущего состояния энергетики, это вот эта часть, которую мы так по-вчерашнему, да, как бы хиха-ха назвали печальки, на самом деле оно сегодня так. Ничего хорошего мы не видим. То есть вот высокие потери, неплатежи в отрасли, износ оборудования, высокие тарифы, низкая производительность труда, разрушение инженерной школы энергетики, ну и вот про которые оборудование, и мы второй день говорим, и многие другие группы говорили о том, что все-таки технологии и оборудование, которые у нас используются, это все-таки большей частью, особенно где-то ключевые отрасли, это зарубежного производства. Нужно обязательно возрождать инженерную школу энергетики. Все, мы тут, а ведь на самом деле, вот в нашей группе, как мы смеялись сегодня, последний инженер, энергетик, все же там инженеров нет, бакалавры и прочее пошли. И вот эта система, которая у нас идет сегодня, образование, она идет в худшую сторону, на наш взгляд. Особо вот не увидел разницу между существующей, ну задачами, вернее, Министерство энергетики и вот вашей группой, как Министерство развития энергетики. Вот Министерство энергетики выполняет вот все хотелки, в принципе. Занимается выполнением, но выполняет или нет? Ну, выполняет, но не в полной мере. У меня вот такой вопрос. Каков вектор развития? Вот для меня вектор развития сегодня актуальный, это сокращение сроков технологического присоединения потребителя. Поэтому, мне кажется, мало просто говорить о качественных изменениях. Я у меня, вот позиция у меня была в этом. И я в этом смысле говорю, я представитель Министерства энергетики, Министерства без развития энергетики, Министерства энергетики. Я занимаюсь энергетикой круглые сутки почти, но только развитие не происходит по тем направлениям, которые сегодня актуальны. Вот по этим направлениям я не вижу развития. Идем дальше. Группа общественной организации. В предыдущем нашем докладе вчера было сказано, что миссия общественных организаций, она заключается в формировании определенного мировоззрения у людей какого-либо круга в обществе, в том числе расширяя этот круг, то есть воздействуя на как можно большие массы. И в связи с этим у нашей группы цель доказать обществу, что общественные организации способны влиять на развитие энергетики и страны в целом. А сейчас спросим общества, доказали ли своим докладом, что общественные организации способны влиять на развитие энергетики и страны в целом? Доклад-то про это был? Мне показалось, доклад совсем не про это, мое ощущение. Доклад совсем не про общественные организации, не про их роли, как и почему они могут влиять. Доклад был про что-то другое. Какими преимуществами обладают общественные организации, исходя из принципа своего устройства в продвижении вот этих требований в жизнь? Вот осталось совершенно непонятно. Правильно ли я понимаю, что группа не анализировала как бы энергетику на предмет наличия признаков развития общественных организаций и вообще на предмет наличия общественных организаций? Группа анализировала текущее состояние общественных организаций, но на данный момент таких организаций нет общественных, которые бы занимались развитием энергетики. Мне кажется, что общественные организации представляют интересы общества. А вам как кажется? Вы согласны со мной или нет? Я согласен, что она выражает интересы общества, но при этом кроме этого она выражает интересы также и бизнеса, и государства. Правильно я понимаю, что перекрытие зон общественных организаций, государства, общества и бизнеса можно так понять, что общественные организации создают условия, пространство, несут определенные механизмы диалога представителей государства, представителей бизнеса и представителей общества, других организованностей в отличие от государства и бизнеса. Правильно я понимаю? Да. И это типа по этой схеме основная функция общественных организаций. То есть обеспечение организации, диалога вот этих трех кругляшков. Взаимосвязи. Спасибо. Мне кажется, вот это вот, если вы найдете источник общественной вот этой силы и сможете его как-то обуздать, в общем, заключить в некую, собственно, организационную рамку, мне кажется, это будет очень круто. И последнее осуждение можно, очень важно. Мне кажется, очень, как бы, существенное противоречие выявилось в докладе. С одной стороны, докладчик в ответе на вопрос сказал, да, что, как бы, по схеме основная функция общественной организации – установление диалога представителей государства, бизнеса и общества. Но о диалоге, если это основное, не было сказано ни слова. Спасибо. Я еще тоже добавлю пару моментов, которые, мне кажется, должны быть учтены группой. Первый момент. Вчера, когда мы слушали выступление группы, выступление группы мне очень понравилось, когда мы говорили о том, что есть общественные организации, которые, скажем, борются с алкоголизацией страны или отдельных территорий. Это, мне кажется, очень важное явление. Правда, что где-то такие группы есть, такие общественные организации. Вот. Но там не было некой миссии, цели группы. А сегодня, наоборот, сегодня цель группы появилась, она сформулирована здесь. На слайде тоже была, наверное, да? То есть она есть, заявлена. Здесь сделан шаг вперед. Группа самоопределилась. Она показала нам всем, чем она будет заниматься на игре. Это очень важно. Я считаю, что это правильный ход. Вы исправили вчерашнюю недочет какой-то, может быть, ошибка, может, недочет. И показали, вот этим будем заниматься. Для начала мы хотели бы вернуться к вчерашней нашей теме. Определить личность, доопределить, доуточнить. Были интересные, значит, вопросы к нам, которые натолкнули нас на размышления. И мы решили, что важно все-таки это сделать, доуточнить. Вот самоопределение личности, оно происходит ситуативно. То есть такого, что все, допустим, кого называют там, например, личностью, что они всегда самоопределяются там по первому типу. То есть они всегда, все их самоопределения, они, значит, в пользу там общества, не знаю, в пользу страны и так далее. То есть такого нет. Итак, в рамках сегодняшней темы мы провели анализ текущей ситуации в энергетической отрасли и выявили три основополагающих момента. Во-первых, на сегодняшний день существует недостаточная мотивация сотрудников инноваторов. То есть у нас в стране много талантов, ярких специалистов, но их производительность, но на их производительности сказывается недостаточное материальное или же нематериальное стимулирование. Во-вторых, отсутствие площадки для внедрения проекта. То есть при подготовке доклада мы столкнулись с такими утверждениями, что существует очень много идей проектов, но есть некоторые предприятия, в которых возникает у сотрудников ступор, то есть они не знают, куда идти с этими проектами, что с ними делать, как их реализовывать и как их внедрять. И в-третьих, ни для кого не секрет, что в отрасли преобладает желание получать прибыль, нежели развивать саму отрасль. Возвращаясь к вчерашнему вашему разговору, вы говорили, что вы хотели бы, чтобы из типа 2 были все типом 1, а тип 1 это те, у кого есть как раз мечта и видение, какая страна должна быть. Тогда вопрос, если все будут типа 1 и у всех будет мечта, и они все будут стремиться к ней, а у всех, наверное, будет представление все равно некоторое разное, то что нас ждет? Кто будет стоять у станка? Не совсем понял вопрос, честно говоря. Вчера вы говорили, что есть тип номер 1, есть тип номер 2. И мы должны придумать такую работу, чтобы из типа 2 люди переходили в тип 1. Способ. Вот. Дальше. Если типа 1 будет больше, чем типа 2, и у типа 1 у каждого будет своя мечта и свое видение, и к чему придет страна тогда, если у каждого свое видение и каждый будет идти к своей мечте? Это же анархия какая-то будет, нет? Мы же говорим про развитие энергетики, то есть для того, чтобы энергетика развивалась, на наш взгляд, одно из условий – это как раз способность мечтать. У нас на этом вопросе немножко мнения в группе разделились. То есть мое мнение, что человек, личность не делает с каждым шагом, с каждым поступком выбор, к какому он к типу личности относится, личность типа 1 или типа 2. На мой взгляд, человек на протяжении своей жизни, совершая определенные поступки, он формирует в себе личность, личность типа 1 или типа 2 в зависимости от его действия, от его выбора. То есть, не знаю, я не согласна, что в каждой конкретной ситуации ты относишься к типу 1 или к типу 2. Ты на протяжении своей жизни к чему-то стремишься и впоследствии формируешь в себе личность 1 или личность 2. Вот это мое мнение. Хотелось понять, есть ли сегодня в энергетике личности, самоштабные личности Глеба Максимилиановича Кржановского? Вот таких личностей сейчас в энергетике нет. И мы бы хотели, чтобы они появлялись. А чубайс? Как вы оцениваете его? Я, честно говоря, плохо. Плохо? Не дотягивает до Кржановского? Нет. Не то развитие создал. Понятно, спасибо. Спасибо. Ну вот это вот очень важно. Я понимаю, что при этом очень важные вещи, которые говорят о том, что надо заниматься развитием личности для развития энергетики. В этом у вас месседж, да? Я вот в этом полностью вас поддерживаю. Мне кажется, это очень важно. Важно заниматься развитием личности, чтобы потом было кому развивать энергетику, другими словами, да? Да, я понял. То есть вам есть над чем работать, у вас есть супер задача. Поздравляю. Хорошая задача. Спасибо. Идем дальше. Спасибо. Спасибо.